Добрый день, меня зовут Парфенова Наталья, компания PSS, город Санкт-Петербург. И сегодня тема нашего вебинара это PSS Beam Tools, ускорение моделирования в Revit. И для начала хотелось бы рассказать, чем занимается наша компания. Наша компания занимается внедрением Beam-технологии. И как все мы уже знаем, Beam-технология это некий интеллектуальный, основанный на построении модели процесс, который нам позволяет сокращать затраты на этапах планирования, на этапах проектирования, на этапах строительства здания и на этапе эксплуатации готового объекта. То есть на всех этапах жизненного цикла здания. И на каждом этапе создается некая интеллектуальная модель, которая эффективно используется уже на последующих этапах. И таким образом Beam нам позволяет создавать проекты быстрее, более экономично, с наименьшим влиянием на окружающую среду и с наибольшим качеством. Это помогает сохранять нам две главные составляющие, это время и деньги, благодаря улучшенной координации всего процесса, даже на каких-то очень сложных объектах. И Beam требует соответствующих решений. Для реализации технологии Beam необходимо принять соответствующее решение. И наша компания разделила все на три направления деятельности. Первое направление деятельности это разработка стандартов предприятия. По взаимодействию 2D среды с 3D средой, которую мы рассматриваем как платформу технологии Beam. Второе направление деятельности это внедрение. Внедрение на основе ранее принятых стандартов по эффективному взаимодействию 2D и 3D среды. И также 4D. То есть уже не просто 2D и 3D, а уже 4D среды. И третье направление деятельности это внедрение систем управления. Сюда входит система электронного хранилища, управление проектами и управление документами оборотом предприятия. И на каждом направлении деятельности мы поставляем решения на широко известных платформах. Например, таких как AutoCAD, Autodesk Revit, Inventor, Vault, 1S. И сегодня у нас с вами пойдет речь о неком решении, которое называется Smart Revit на платформе Autodesk Revit. Что же из себя представляет Smart Revit? Это принципиально новый продукт, имеющий в основе платформу Revit и сверху большое количество различных дополнений, которые можно разделить на 6 модулей. Первое направление это Beam Tree Manager. Оно позволяет нам ускорить проектирование здания, управлять данными в модели здания и анализировать различную Beam информацию проекта. Второе направление деятельности это CAD Opening Pro. Это решение, которое нам позволяет автоматически создавать проемы для воздуховодов, труб, кабельных лотков, кабельных каналов в различных конструктивных элементах. Например, полах, стенах, крышах, перекрытиях и так далее. Третье направление деятельности это Map Engineering Pro. Это решение для Revit MIP, которое позволяет нам создавать функциональные системы вентиляции, отопления и пожаротушения. Четвертое направление деятельности называется Wood Framing Pro. Это ряд модулей, которые представляют интуитивно понятный набор функций по созданию деревянных конструкций зданий. Здесь создание стропильных систем, создание ферм, создание каркасов стен и скоро выходит новый продукт для создания каркасов перекрытий. Называется Floor Plus. Следующий модуль, который хотелось бы выделить это Smart Browser Pro. Это некий диспетчер семейств, который позволяет организовать работу с семействами Revit, создавать единую библиотеку семейств в рамках всей компании. Можно создавать библиотеку отдельно, свою личную, отдельно компанию. Все удобно вместе взаимодействует и удобно фильтруется, так скажем, и очень просто в управлении. И последнее направление деятельности, о котором сегодня более подробно пойдет речь, это PSS Beam Tools. Это некие расширения для продуктов семейства Revit, которые нам позволяют увеличить скорость моделирования на данной платформе и помогают нам в процессе оформления документации. И первое дополнение, о котором сегодня пойдет речь, называется «Квартирография». Что оно из себя представляет? Это некий модуль, позволяющий решить вопрос оформления квартирографии в проекте, представляет собой инструмент для автоматического создания квартир, учета площадей, генерации табличных данных и расставления постоянного мониторинга, обновления значений и создания необходимых маркировок. Давайте перейдем непосредственно к живому показу. И вот на примере такого небольшого файлика я вам постараюсь показать, так скажем, основные инструменты данного приложения. Вот у меня есть две некие секции, они аналогичны. В одной я уже воспользовалась приложением. На примере второго попробую показать, как оно работает для вас. Где находится приложение? Вверху на вкладке, на ленте, вы можете увидеть новую вкладку, которая называется «ПСС-квартирография». Она появляется после установки приложения. И основной набор инструментов. Это возможность формирования квартиры, объединения квартир в секцию, определение типа помещения, объединение нескольких помещений или, например, присоединение помещения к квартире определенной, если ранее что-то забыли сделать, и автонумерация. Прежде чем начать работать с приложением, мы должны разместить обычный элемент помещения в проекте. То есть вот здесь у меня сейчас его нет. Это можно сделать классическим способом. То есть на вкладке «Архитектура» выбрать элемент помещения и разместить его во всех необходимых местах. Это первый вариант. Есть второй вариант – воспользоваться таким приложением, как RAS Manager. Я бы вам хотела немножко, так скажем, скользко рассказать и про него, потому что, думаю, с классическим способом ни у кого не возникает никаких трудностей. Есть некое приложение. Оно также входит в состав PSS Beam Tools. Называется RAS Manager. Оно позволяет нам размещать помещения, либо зоны, либо пространства в проекте с заранее заданными данными. То есть уже с готовыми параметрами. В состав этого приложения прилагается файл на русском языке, который включает в себя уже ряд объектов стандартных с готовыми помещениями. Вы можете его всегда добавлять. В данном случае мы с вами рассмотрим только первую функцию. Это конфигурация помещений и разместить помещение. То есть не будем захватывать пространство и зоны. Если кого-то это заинтересует, то вы можете у нас на канале YouTube посмотреть вебинар на тему RAS Manager. Выбираем функцию «Разместить помещение» и попадаем в такое диалоговое окно, которое имеет уже набор помещений, разделенных древовидно по типу здания, жилое, административное здание, детский сад. В данном случае нас с вами интересует жилое здание. Зеленым цветом подсвечиваются те помещения, которые уже размещены в проекте. В данном случае они у меня вот здесь находятся в первой секции. Что здесь есть? Здесь есть тип здания, есть имя помещения и комментарий, и некий параметр VVK ID. То есть при размещении помещения гостиная в проекте по умолчанию сразу будет прописано имя и комментарий. Вы можете добавлять свои параметры, и они также будут автоматически прописаны уже в проекте. Не нужно там отдельно заполнять спецификацию. То есть вы делаете это сразу. Выбираем строку, например, «Гостиная», говорим «Вставка». И выбираем все гостиные в нашем проекте. Так, вот таким образом. Удобно, что они сразу все подсвечиваются. То есть два раза в одно место не щелкнешь. Теперь выбираем, например, спальню. И размещаем все спальни. То же самое делаем с другими категориями. Коридоры. Кухни. Ванная комната. Туалет. И остались лоджии балкона. Если не хватает каких-то типов помещений, то есть это по умолчанию прилагается, вы просто щелкаете строку правой кнопкой мыши, и здесь можете копировать строки с данными, то есть с ID, либо без ID. То есть вот здесь у меня так откопировано приложение. И затем просто-напросто сохраняете это в файлик свой. То есть добавляете свои помещения. Давайте вставим лоджии. И добавим еще балкон. Все. Теперь нажимаем ОК. Ну, я забыла межквартирный коридор, но ничего страшного. Нажимаем ОК. И теперь при выборе помещения я вижу, что у него автоматически появилось имя и комментарий. Гостиная, гостиная в данном случае. И параметр ОВВК ID. Для чего он нужен? Когда придут смежники и будут расставлять свои помещения, им не нужно второй раз прописывать, что это гостиная, гостиная, они по параметру ID автоматически вставят помещение. То есть там есть функция вставка помещений, пространство по существующим помещениям. И все вот эти параметры, они у них автоматически подхватятся. И также там дополнительные параметры будут вставлены там по температуре какие-то, может быть, по влажности. Все. Раз-раз менеджером, ну, в принципе, здесь все удобно. Такое небольшое удобство, да, то есть меньше времени занимает на дальнейшее оформление. И теперь переходим на вкладку PSS-квартирография. И прежде всего мы должны данным помещением задать тип. То есть жилая это помещение, нежилое, общая, лоджия или балкон. Ну, если вы наведете на кнопочку, например, жилая, вы увидите, что относится к этой категории, да, и что коэффициент площади равен единице. Давайте выберем жилая и выберем все комнаты в проекте. Это гостиная и это у нас спальня получается. И нажмем готово. Выбирается очень просто. Теперь выбираем общее. Может быть, непривычное название, но к общим относятся кухни, коридоры, санузлы. Такие помещения. То есть по справке можно быстро сориентироваться. Выбираем все кухни. Коридоры, санузлы. Все кроме балконов. И нажимаем готово. Теперь добавляем лоджии. Их у нас две в проекте. И точно так же добавляем балконы. То есть, как видите, все достаточно быстро происходит. И нажимаем готово. Все. Теперь у нас у каждого помещения, например, вот гостиная, помимо имени и комментария, вот здесь появился тип помещения, жилая и коэффициент площади единицы. Если мы выбираем балкон, то, соответственно, балкон и коэффициент 0,3. У лоджии 0,5. Теперь тип помещений мы задали. Мы должны объединить все это в квартиры. То есть пока что это у нас отдельные помещения. Выбираем функцию квартира. И здесь можно сделать двумя способами. Либо просто секущей рамкой выбрать все помещения. Программа автоматически отфильтрует все стены, перекрытия, ну, ненужные элементы и оставит только элементы помещений. Выбираем, говорим готово. И здесь номер квартиры. Ну, здесь пусть будет первая, здесь будет вторая. То есть номер квартиры 2 и тип квартиры тоже, например, 2. Теперь снова убираем функцию квартира. И второй способ. Это можно просто, так скажем, наводить на элемент помещения и выбирать его. Программа. Не нужно зажимать shift. Shift программа сама автоматически все плюсует. Вот таким образом. И нажать тоже готово. Тип номер квартиры 1, тип квартиры 1. И то же самое делаем с оставшимися двумя квартирами. Убираю секущей рамкой. Номер 3, тип 2. И последняя квартира. Номер у нее 4, а тип у нее снова 1. Все. Теперь, если мы выбираем элемент, мы видим, что это спальня. И мы видим, что у нас появился номер квартиры 1 в данном случае и тип квартиры 1. Если мы поменяем легенду, мы можем сделать ее не по типу помещения, а, например, по номеру квартиры. Так, промахнулась. Номер квартиры. Вот я увижу, что у меня 4 квартиры. Можно сделать по типу квартиры, естественно. То есть по количеству комнат. Применить. Окей. Так. Желая. Не подхватились, да, почему-то? Вот здесь вижу трешка и двушка. А здесь... Давайте еще раз. Что-то тут. Ну, вроде бы все верно. Давайте попробуем расставить марку либо объединить секцию. Возможно, из-за того, что здесь у меня задана секция 1. Да, из-за этого. А здесь у меня нет секции, поэтому он пока не высвечивает. Поэтому говорим секция. Выбираем помещение и говорим готово. Секция 2. Все. Да, теперь произошла раскраска. То есть он теперь видит, что это секция 1, это секция 2, поэтому нет дублирующих... То есть дублирование цифр разрешает поэтому. Теперь мы должны расставить марки в помещение. Идем в архитектуру и просто выбираем маркировать помещение функцию. Вместе с установкой программы подгружается марочка. Вы ее можете редактировать на ваше усмотрение. То есть это обычно семейство. Добавлять какие-то свои параметры, либо убирать, если что-то вам не нужно. Вот в данном случае мы видим, что это двухкомнатная квартира. И здесь площадь, да, отапливаемая, общая, и площадь без балкона, так скажем. Это обычное семейство. Вы можете его в любой момент отредактировать и добавить, например, сюда такие параметры, как номер секции и тип квартиры. Ну, здесь, наверное, все. Давайте вернемся снова в нашу презентацию и перейдем к следующему приложению. Следующее приложение – это Insert Elements. По-русски оно называется как «Вставка элементов». Оно дает нам возможность быстрой вставки в проект большого количества элементов. Это могут быть десятки элементов, сотни элементов, ну, даже если захотите, то и тысячу элементов может вставить. С заранее какими-то определенной конфигурацией, то есть по заранее заданным правилам. В чем преимущество приложения? Во-первых, оно позволяет нам уменьшить количество рутинных операций. Во-вторых, оно снижает риск ошибок, потому что любое ручное размещение ведет за собой возможность возникновения ошибки. И третье – это, конечно, повышение скорости и повышение производительности. Вот на слайде здесь можно увидеть, что при помощи приложения можно вставлять такие элементы, как, например, крепеж воздуховодов, соединительные детали несущей конструкции, вот колонна, балка в данном случае, осветительные какие-то элементы, и вот здесь нарисованы радиаторы. Давайте перейдем в проект. Вот у меня есть готовая модель, и на примере которой я вам покажу, так скажем, несколько небольших примеров по вставке элементов в проект. Перейдем на один из этажей. И первый пример – это будет, например, вставка осветительных приборов в определенные помещения. Причем мы выберем не все помещения, а помещения на каком-то одном конкретном этаже. И, например, пусть это будут спальни. Только в спальню я хочу вставить. Где находится приложение? Приложение данное находится также на вкладке ускорителей моделирования. И называется оно, как я уже сказала, вставка элементов. Я выбираю первую функцию. Нас она интересует вставка элементов. И попадаю в диалоговое окно. Оно аналогично многим в данных приложениях, в данных тулсах. И первое, что я должна сделать, это выбрать категорию. В данном случае категория, в которую будут вставлять, это будет помещение. То есть во все помещения определенные я хочу вставить осветительный прибор. Выбираю помещение, говорю ОК. И здесь попадаю в некий диспетчер. С правой стороны древовидная структура с градацией. В данном случае градация идет по этажу и дальше по имени помещения. Можно настроить свое группирование. Например, выбрать документ, область, категорию. По номеру помещения сделать фильтрацию. В этом случае меня устраивает так, как есть. И также точно я могу добавить дополнительные параметры. Те параметры, которые белыми, обозначены белые столбцы. То есть выбрать параметры все, которые мне необходимы. Здесь вот слева находятся доступные параметры, которые относятся к этой категории. И справа выбранные параметры. В данном случае я выбрала уже площадь, периметр, номер и объем. Ну так скажем, для наглядности. Теперь я должна отфильтровать как-то. Я задам условие, что я хочу вставить светильник потолочный в спальне третьего этажа. Я могу это сделать двумя способами. Либо через древовидный диспетчер. То есть выбрать третий этаж, выбрать спальню. И вот у меня отфильтровалось. Восемь таких у меня помещений. Второй способ это, например, выбрать здесь первый элемент. Первый этаж, например, гостиная. Правая кнопка мыши. И отфильтровать по выбранным данным. Вот у меня произошел фильтр. Первый этаж, гостиная. Меня интересует третий этаж, спальня, например. Я выбрала 8 элементов помещений. И перехожу на следующую вкладку. Вставка помещений. Теперь я должна выбрать тот элемент, который я непосредственно буду вставлять в проект. Меня интересует люстра. Поэтому иду в категорию осветительные приборы. И здесь пусть будет светильник, потолочный цветок. Вот таким образом он выглядит. Здесь высвечиваются только те семейства, которые уже подгружены в проект. Если семейство не загружено, вы можете нажать на кнопку загрузка и выбрать его у себя на рабочем компьютере. Выбираем осветительный прибор, цветок и говорим кнопочку добавить. С правой стороны мы видим настройки, относящиеся к этому элементу. Во-первых, характеристика семейства. Семейство светильник, тип семейства, маркировка и тип основы. То есть на основе чего сделано данное семейство. В данном случае потолок. Ниже мы видим правила. То есть то правило, по которому мы будем располагать элемент в проекте. В данном случае у нас на выбор только одно правило. Может быть несколько правил на выбор. Тоже с вами это посмотрим. Если вас не устраивает данная настройка, вы можете зайти в настройку правил. Вот здесь они все прописаны для всех категорий. Либо создать какое-то свое правило, либо отредактировать существующее правило. То есть все настройки, они вот здесь у нас находятся. И сохранить. И второй момент. Это настройка уже, так скажем, более узкая настройка. Конкретно для этого элемента. Например, смещение от уровня. В данном случае, я думаю, не нужно. Будем прикреплять к потолку. Смещение сбоку тоже не нужно. Поэтому просто нажимаем вставить в модель. И 8 элементов вставлены у нас непосредственно в проект. Нажимаем ОК. И вот я могу увидеть, что в каждой спальне третьего этажа у меня появилась люстра. Точка вставки люстр совпадает с точкой пересечения помещения. Вот это перекрестие. Если выйдем в 3D модель. У меня здесь специально вид создан. Вот я могу увидеть свои люстры. Что можно еще сделать при помощи данного приложения? Давайте второй момент. Это расстановка элементов, которые будут на основе линии по периметру. Например, я хочу именно в этом помещении, либо в нескольких, в этом, в этом, в соседнем помещении, создать плинтус и напольный, и потолочный. То есть карниз и плинтус. Что я делаю? Опять у меня элемент, на основе которого я буду вставлять, это будет помещение. И элемент вставки это плинтус. Выбираю помещение. Если я выберу одно помещение и нажму вставка элементов, то никакой категории выбирать не нужно. У меня сразу отфильтруется мое помещение. Если я выберу 3, здесь будет соответственно 3 сразу элемента. Теперь сразу переходим на вставку элементов, выбираем, находим наш плинтус. Вот у меня здесь есть плинтус для пола. Говорим добавить. И видим, что правило вставки это линия по периметру помещения. И теперь мы должны задать параметры смещения вверх от уровня. В данном случае 0. И смещение сбоку. Что имеется ввиду в случае с плинтусом? Это смещение от проемов, то есть от дверей, например, для наличников. То есть в данном случае я поставлю 50. У меня наличник у двери 50 миллиметров. Все. Остальные настройки меня устраивают. Я говорю вставить в модели. 11 элементов вставлено. Представьте, если я бы выбрала сразу 20 помещений. И вставляла бы все это вручную. Сколько понадобилось мне времени на вставку этого элемента. Соответственно, элемент у меня есть в проекте. Я могу его и заспецифицировать без проблем. И вот я вижу, что как раз 50 миллиметров от наличника. Вот у меня здесь произошел отступ. Аналогичным образом мы поступаем с верхним плинтусом. Выбираем снова одно помещение, чтобы, так скажем, долго процесс вставки не происходил в рамках вебинара. Выбираем потолочный плинтус. Задаем ему высоту. В данном случае 2650 у меня будет. Отступ сбоку нам не нужен. Здесь у нас проемов нет. И говорим вставить модель. Ок. И если мы снова вернемся на 3D вид. Вот я вижу, что у меня появился мой плинтус. И везде достаточно хорошо подрезка произошла. То есть места стыковки все корректные. И давайте еще рассмотрим третий вариант. Это, например, вставка перемычек в проект. То есть как вставить перемычки при помощи этого приложения. Выйду на один из фасадов. 3D вид. Скрою стеночку, чтобы она мне не мешала. И выберу три окна разных размеров. По ширине они у нас разные. И вставлю один тип перемычки в эти три окна с учетом ширины. Отличия ширины. То есть программа сама подцепит ширину окна и увеличит ширину перемычки. Выбираем элемент. Говорим вставка элементов. У меня уже выбраны параметры такие как ширина, высота и высота верхнего бруса. Высота верхнего бруса нужна для того, чтобы я видела на какую высоту мне вставить перемычку. Переходим на вставку элементов. Находим нашу перемычку. Вот у меня три типа размера. Добавляем перемычку. И здесь видим, что у нас уже несколько правил для вставки. То есть вставка расположить, например, по центру окна. Под окном в соответствии с отопительной нагрузкой. Но это применимо к радиаторам. И третье тоже применимо к радиаторам. Нас с вами устраивает первое правило. Это расположить по центру окна. Смещение вверх от уровня. 2.300. Поскольку у нас окно на 2.200. Можно 2.200 сделать. Чтобы ровно над окном было. Смещение сбоку. Нас не интересует. И начало конец удлинения. То есть на сколько миллиметров увеличить с обоих концов окна. То есть по ширине, например, 200 пусть будет. И говорим вставить модель. Окей. И вот я вижу, что у меня произошла вставка трех перемычек. И все они автоматически увеличились по ширине окна. Если нужно поменять тип, можете поменять тип. Там разное. Очень важное условие. Чтобы эти два элемента между собой взаимодействовали. Ширина перемычки увеличивалась. Вам нужно соблюдать правила при построении семейства. Очень важно, чтобы имя параметров в семействе окна, такое как ширина, высота, вот ширина, высота, совпадало с названием параметров перемычки. Давайте зайдем в редактор семейств. И здесь зайдем в свойства перемычки. Вот, например, ширина. Очень важно, чтобы это тоже было название ширина. И чтобы у них совпадала категория общая. И обязательно группирование материалов и свойства модели нужно отправить. Тогда приложение будет работать корректно. То же самое касается, например, крепежей воздуховодов. Очень важно, чтобы совпадала категория. Для них уже будет, да, для труб здесь другая категория. Имя параметра и группирование параметров было свойство модели. Тогда данное приложение корректно будет вставлять элементы и автоматически менять их размеры. Ну, здесь можно, наверное, показать еще ряд примеров. Но у нас с вами уже много времени. Поэтому давайте вернемся в нашу презентацию и рассмотрим другие приложения. Следующее приложение это Sort&Cope или сортировка и соединение по-русски оно называется. Что оно из себя представляет? Это набор инструментов для управления процессом соединения балок, ферма, балок, колонн, элементов ферм с учетом определенных зазоров. Так, давайте вернемся в проект. У меня уже есть заготовочка. Такой небольшой файлик. И рассмотрим несколько ситуаций. Например, первая ситуация такой воображаемый заборчик. И при его создании возникла вот такой казус. То есть балки удлинились автоматически. Как быть в этой ситуации? Прежде всего на вкладке ускорителя моделирования найдем приложение сортировка и соединение. И первая функция, которая нас интересует, это соединение балок, сходящихся на выбранной балке. Выбираем балку и говорим, что все балки, которые к ней подходят, должны автоматически быть подрезаны. Выбираем первую функцию. Здесь есть возможность задать зазор. В данном случае давайте оставим 0. Вот я вижу, что все сразу элементы были подрезаны. То же самое я могу сделать с центральным элементом достаточно быстро. И с последней стоечкой. Вот я вижу, что все элементы у меня успешно присоединились. Второй пример этого приложения, это, например, вот такой металлический двутавр у меня. Какая-то непонятная конструкция. Я хочу, чтобы все элементы присоединились автоматически к этой балке. Выбираю балку, говорю соединить все остальные с данной. И вот вижу, что у меня произошло соединение. Здесь и здесь врезка. И, так скажем, для примера применения данной функции можно рассмотреть на вот такой крыше маленькой, стропильной. Если использовать приложение Rafter Plus, то оно сразу генерирует уже с подрезкой, с нужной. Если вы это делаете вручную, то, так скажем, здесь могут возникнуть проблемы, да, вот именно в местах соединения. Как их обойти при помощи сортировки соединения? Sort&Cop. Выбираем элемент. И выбираем снова первую функцию. Ну, здесь он немножко ругается. Ругается, потому что я не очень корректно создала элемент. Вот у меня здесь вниз уходит, поэтому вот он и ругается, что он там еще сзади соединил. Но соединение проходит успешно, так скажем. Ну, тут немножко я скривила. Также точно можем выбрать другую балочку и присоединить элементы к ней. То же самое ругается, потому что здесь я вниз опустила немножко, стропила. И произошло достаточно корректное соединение. Следующие две функции, они помогают нам соединять вот такие типы конструкции. То есть вырезать, либо балка будет вырезаемой, либо она будет вырезать из других элементов. Например, выберем данный элемент. И вторая функция это соединение балок, пересекающих выбранную. И здесь давайте зададим зазор, такой приличный 30 мм для наглядности. И скажем ОК. И вот я вижу, что данная балка прорезала все пересекаемые ею с зазором в 30 мм. И обратная функция это когда данная балка... Из данной балки будут вырезаться все элементы. То есть противоположная функция по значению. Следующая функция позволяет нам соединить элементы к двум балкам, сходящимся. Все элементы находящиеся между этими балками. Выбираем два элемента и говорим соединение балок, сходящихся к балкам с двух сторон. Ну, названия могут быть не очень привычные, но, так скажем, в дальнейшем вы быстро, если будете использовать, адаптируйтесь. Например, пусть будет 5. И вот я вижу, что у меня балочная вся система моя соединилась. И вот здесь зазор в 5 мм. Данную функцию удобно применять вот, например, в таких ситуациях. То есть достаточно быстро, не нужно прощелкивать соединение функции. Все делается, генерируется буквально в несколько кликов мыши. Следующая функция это обратная. То есть между двумя сходящимися балками мы попробуем вписать вот этот элемент. То есть мы выбираем уже элемент, непосредственно который мы хотим соединить. Выбираем функцию соединения балки с выбранными, с другими балками. Например, пусть 0 здесь будет. И скажем ok. И видим, что из первой и со второй стороны балка автоматически присоединилась к тем элементам, к которым она как бы подходила. То же самое могу сделать вот с этой. То же самое произошла врезка. Очень удобная, на мой взгляд, функция по соединению балки и колонны несущей. Вот, например, если мы будем действовать классическим способом, врезкой, то при выборе этих двух элементов ревит заругается и скажет, что он не может выполнить такое соединение. А при помощи приложения мы можем выбрать элемент балки и сказать соединить балки с несущими колоннами. Задать зазор. И мы видим, что и с этой стороны произошло соединение, и с этой стороны произошло соединение. То есть ревит не заругался. И последняя функция, о которой хотелось бы рассказать, это соединение элементов ферм. Вот я подгрузила стандартную ферму ревита, задала ей какой-то профиль. Выбираю сам элемент и говорю, соединение элементов фермы. Зазор, если нужен, задаю. И все элементы у меня соединились автоматически. То есть вот все соединение произошло. То же самое можно вот здесь посмотреть на деревянной ферме. Ну, с этим приложением, я думаю, все. Есть еще пара функций. Это удалить соединение и там изменить значение зазора. Давайте снова вернемся в нашу презентацию. И посмотрим, что у нас с вами дальше. Следующее приложение это Smart Floors, то есть менеджер перекрытий. Чем хорошо это приложение? Оно нам позволяет создавать сборные плиты перекрытий, не отрисовывая каждый элемент отдельно, а, так скажем, генерируя это группами. Это первый плюс. И второй такой важный функционал, это автоматическая генерация полов по границам помещений. То есть не нужно адресовать в каждом помещении свой пол, так скажем, по границам, а это делается автоматически. Сразу там может делаться во всем проекте. Давайте также вернемся в режим показа. Вот у меня заранее подготовлен небольшой файлик. Вытащим наш менеджер перекрытий в рабочую область. И что здесь видно? Перекрытия можно создавать на основе, то есть опорой для перекрытия могут служить стены, могут служить несущие элементы, могут служить опорные плоскости, и также могут служить оси, то есть в качестве опор. Чтобы создать сборный плит перекрытия, мы должны с вами выбрать первую функцию «Вставка и обновление сборных плит перекрытий». После чего мы с вами попадаем в некий мега-диалоговое окно, прежде всего, в котором нужно задать имя группы. То есть если мы задаем, допустим, вот в рамках вот этих границ, то это будет все сгруппировано в отдельную группу. Но эта группа будет непривычная нам ревитовская, так скажем, виртуальная некая группа. Она будет, например, под цифрой у нас 1. И теперь я должна выбрать опоры, первую опору и вторую опору, и начало и конец раскладки элементов. Выбираем элемент, конец опоры, начало раскладки и конец раскладки. Вижу, что здесь сразу появляется тип опоры и один номер элемента. Если необходимо, задаем смещение в начале и в конце опоры, например, 150 мм. Давайте здесь я сделаю 50, чтобы отличить для наглядности. Можно сохранять в качестве шаблона данные настройки, можно загружать шаблон предыдущий. Следующее, что я должна сделать, это определиться с шириной плиты. Можно поставить там 1000, 1200, 1800, в зависимости от той плиты, которую вы хотите использовать. В данном случае, например, 1200 мм. Длина плиты перекрытия подцепляется по умолчанию, в зависимости от опор. Теперь я должна выбрать тип перекрытия, на основе которого будет создаваться сборная плита. Здесь важно учесть, что при генерации плит создаются два элемента. Первый элемент – это обычная плита, перекрытие обычное, то есть выбираем ее тип, например, 220 нам по высоте. И второе – это профиль отверстия. Можно вставлять этот профиль, можно его не вставлять. То есть если галочка стоит, то выбираем еще профиль. В данном случае нас профиль на 12 интересует, на 1200. Если галочка не стоит, то генерируются только просто плиты, разрезанные по ширине 1200. И последний кусочек – это заливка по месту. То есть это монолитный участок, который остается, где уже не влезает наша плита. Здесь выбираем также тип. И мы должны определить место положения этого кусочка. То есть в начале раскладки, будет в середине раскладки или в конце. В конце в данном случае оптимально. Теперь мы видим длина раскладки. Мы видим, что по умолчанию у нас влезает 11 элементов плит, плюс у нас остается кусочек в 381 миллиметр, который будет залит монолитом. Можно установить максимальный предел плиты. То есть если будет расстояние больше, то ревит заругается. Уровень и смещение от уровня. Нажимаем «Вставить». Вот я вижу, что у меня в проекте появились плиты, профили, как я уже говорила или не говорила, еще профили наши, то есть русские, они подгружаются автоматически, те, которые у нас есть в гости. Если вы используете какие-то свои профили, или, например, какого-то определенного завода, можете построить свой профиль семейства и будете вырезать, так скажем, то, что вам нужно. В данном случае подгружены гостовские. И вот я вижу, что у меня все плиты автоматически расположились. Здесь два элемента. Первый элемент – это профиль, и второй элемент – это непосредственно монолитный бетон перекрытия, из которого вырезан профиль. Если вас не устраивает вот такая ситуация с обрезанными плитами, вы можете изменить число раскладки. Как это сделать? Снова нужно выбрать элемент группы, причем важно, чтобы выбрать именно перекрытие. Идем в вставку обновления плит, и видим, что сразу подцепилась вся группа. И здесь можем поменять, например, число на 8, то есть чтобы у нас кусочек цельный был, и сказать «Обновить группу». Так, не та группа, что-то у меня. Налитный, перекрытие, группа 1, вот это группа 1, 8, обновить. Вот я вижу, что у меня здесь появился большой монолитный участок. То есть количество я задаю сама. Что можно сделать еще? Если, например, что-то в проекте изменилось. Например, произошло смещение плит. Ну вот он ругается, что потерял привязку. Произошло некоторое изменение. Как быстро обновить? Выбираете элемент группы, говорите «Обновить». Вообще есть обновление все групп сразу, если необходимо. Можно обновить одно отдельно. И здесь сразу он пересчитывает 12 элементов. Если вы хотите меньше, например, ставите сами меньше и говорите «Обновить». Можно даже 9. Все, окей. Вот у меня произошло удлинение плит. Также можно поменять одну из основ. То есть, если, например, решили, что это не должно быть основой. Кстати, вот наше смещение. 50, а здесь 150. А, например, в качестве опоры должна быть вот эта опорная плоскость. Выбираем ряд плит. Можно, например, не все. Отфильтровываем, чтобы у нас были только перекрытия. И говорим «Выбор новой опоры». Программа нам предупреждает о том, что в качестве опор могут быть стены, оси, плоскости, несущий каркас. Выбираем один из элементов. И у нас автоматически происходит удлинение. Все остальные плиты остаются на месте, хотя они находятся в одной группе. Также можно сделать разделение. Например, я хочу разделить теперь эти плиты вот по данной стене, чтобы было два отдельных элемента. Выбираю плиты, говорю «Разделение плит». Revit снова предупреждает о том, какую категорию я могу выбрать. И выбираю стенку. И вот у меня происходит разделение. Теперь у меня отдельно плита здесь и отдельно плита здесь. То есть вот такие основные настройки. Это, так скажем, первый функционал – это построение плит перекрытий. Вторая важная функция – это размещение полов. Вот у меня уже создано, заранее было три типа помещений. Здесь у меня есть стена внутренняя, здесь у меня особенность дверные проемы, ну а здесь та пустая, которую я сейчас вместе с вами сгенерировала. Заранее у меня были созданы помещения. Давайте я выберу. Так, все он не выберет. Помещения. Ну, например, два. Вот это и вот это. Если я выбираю часть помещений, то пол, соответственно, размещается только в выбранных помещениях. Если я выбираю, ничего не выбираю, а просто говорю «Вставить», то у меня элемент помещения будет вставлен повсюду, то есть во все помещения проекта. Выбираю помещение и иду в функцию «Конфигуратор». Конфигуратор размещения перекрытий. И попадаю в окно настройки. Что я здесь вижу? Во-первых, возможность сохранения конфигурации своей. То есть вы можете создавать, сохранять ее и затем подгружать, использовать. Не нужно каждый раз все, так скажем, повторять. И сами параметры настройки. Но в данном случае самое важное, это чтобы пол шел по внутренней границе стен. И вот эта функция «Осевая линия проема», чтобы в местах дверных проемов он не уходил по линии стены, а шел по середине проема. То есть галочка стоит. Затем выбираем тип перекрытия из созданных в проекте, уже существующих, и смещение от уровня. Ну, поскольку у меня тип 362, смещение на 362 мм. Говорю «Вставить». И добавлено два перекрытия. Окей. И теперь, если я перейду на 3D-вид, я увижу, что здесь у меня появилось пирог пола с вырезкой стены. И здесь у меня тоже появилось, так скажем, пирог пола по внутренней стороне. Если вернемся снова на первый уровень, так скажем, редактируем границу, увидим, что вот здесь у нас получилась такая вот врезка. То есть по внутренним стенам. И вот здесь у нас по осевой линии данного семейства. То есть в данном семействе двери осевая линия проходит именно здесь. Вот таким образом вы буквально в несколько кликов мыши можете расположить все типы пола, вот пироги пола во всем проекте. Ну, здесь, наверное, пожалуй, все. Давайте снова вернемся на нашу презентацию. У нас еще с вами два приложения. И не так много времени осталось. Первое, следующее приложение – это Smart Balls. Это менеджер стен. Некое дополнение, которое нам позволяет управлять процессом соединения стен. Потому что все вы знаете, что не всегда вот это автоматическое соединение стен корректно работает. Иногда приходится отменять соединение. Или необходимость появляется в создании каких-то зазоров между стенами. Вот это приложение позволяет с этим справиться. И вторая важная особенность – это возможность разделения многослойных стен на отдельные стены. То есть на отдельные конструкции. Для чего это может быть нужно? Например, если архитекторы отрисовали свою часть полностью. И возник вопрос, как же это отдать конструкторам, если стены многослойные. Как же все это отдать конструкторам, чтобы они могли все скрыть. Либо создать там правильную аналитическую модель, либо еще что-то. И вот здесь как раз в помощь идет Smart Balls, который позволяет разделить стены на слои. Давайте также перейдем в режим показа. Есть у меня три таких примитивных кубика, ну или таких вот, не знаю, объекта. И на примере которых я постараюсь вам показать основной функционал. Так скажем, еще одну возможность не рассказала. Это возможность анализировать данные и добавлять параметры в стены. Давайте с нее и начнем. Вытащим менеджер стен в рабочую плоскость. И первое, что у нас есть, это возможность изменять и рассчитывать параметры стен. Выбираем данную функцию и перед нами появляется знакомое нам уже окно настройки. С знакомыми настройками группирования. Просто здесь уже больше, так скажем, возможностей выбора. И знакомое окно просмотра, где можно выбрать параметры, добавить какие-то необходимые параметры. Все, которые у нас есть в стенах. То есть все мы можем, в принципе, просмотреть. Можно экспортировать данные, можно создать таблицу на основе этих данных. Прямо, так скажем, в диспетчере, в чертежном виде. Так скажем, в чертежном виде проекта. Вот. Ну, в данном случае я вытащила два пустых поля. Таких как маркировка и комментарий. Вот они у меня тут даже немножко не пустые. И я бы хотела выбрать не все стены. Давайте я выберу часть стен. То есть вот если я их подсвечу, я могу их увидеть в проекте. Выбирается. И на примере этих стен показать ряд функций. Щелкаем правой кнопкой мыши. Попадаем в список функций. И что мы здесь видим? Во-первых, можно изменить данные. То есть записать какое-то число. Если, например, маркировка должна быть одинаковой у этих элементов, вы можете вбить, например, значение какое-то определенное. И оно пропишется сразу у всех элементов. Вторая возможность. Это записать ориентацию стен по сторонам света. Выбираем функцию. И мы видим, что прописывается сразу сторона северная, сторона у нас южная, восточная или западная. В данной сборке у меня прописывается на английском языке. Сейчас уже есть новая сборка. Я ее просто установила, так скажем, на 14-й ревит. На 13-й забыла переставить. Поэтому у меня здесь по-английски буквы прописываются. В следующей сборке там уже, конечно, по-русски. Там S, U, V, Z. Прописывается север, юг, запад, восток. Но здесь, в принципе, не так сложно это поменять. Вы можете всегда вручную прописать, если необходимо. Что можно еще сделать? Можно определить высоту элемента. Ну, в данном случае высота у меня на первом этаже стена находится. И высота стены совпадает с высотой неприсоединенной. Если бы это были стены, например, третьего уровня, то, конечно, неприсоединенная высота имела бы, допустим, другое число. Ну, в данном случае у меня совпадает. Вот. И я бы хотела узнать, до какого уровня, до какой отметки доходит высота стены. Для этого я выбираю, так скажем, ну, можно не поле, можно новый параметр создать. Выбираю элементы. Говорю расчет высоты. И здесь можно выбрать по общей системе координат, либо по проектной. Например, верхнюю отметку по системе координат проекта. Я могу создать новый параметр, в который будет записано это значение. Давайте создадим. Нажмем ОК. И имя параметра, например, верх элемента. И выбрать категорию, например, группу. И теперь я вижу, что появился новый параметр и с определением высоты стены. Также можно добавить, помимо расчета высоты, можно вычислить координаты данной стены. Можно какое-то значение вставить. И можно установить отметку положения. Также вот здесь в следующей сборке немножко текст откорректирован. Более понятно прописано. Что это такое? Это расположение стены по осям. Вот, например, я вижу, что данная стена у меня располагается на оси 9. Да, действительно, вот она синим подсветилась по оси 9. Данная стена по оси 7 у меня. Да, действительно, вот она располагается у нас на 7 оси. То есть, именно положение относительно осей. Ну, здесь, наверное, основные функции все. Следующая, да, следующая возможность, это как раз непосредственно разделение многослойной стены на отдельные составляющие. Первое, что я должна сделать, это выбрать, куда буду определять свои, так скажем, двери и окна, свои проемы. Здесь два варианта, либо в несущем слое оставить, либо во внешний слой определить. У меня оставлено в несущей. Теперь выбираю стены, которые я бы хотела разделить, и выбираю функцию многослойные стены. У меня происходит разбиение, причем имя каждого слоя стены соответствует имени материала, в данном случае кирпич фасадный, и прописывается также данное по ширине. Например, изоляция и ширина, толщина вернее, 120 мм. То есть, имя задается автоматически по имени материала. Единственный минус состоит в том, что, соответственно, если стены мы разбили на отдельные слои, они между собой автоматически не соединились. И дверь у нас находится в одном слое. Здесь нужно воспользоваться стандартной функцией «соединить». Это, так скажем, первый вариант. И придется подсоединить все стены, что является не очень удобным. Но, так скажем, от этого никуда не уйти. И вторая возможность, это если у вас есть приложение «Cut Opening Pro», оно сделает вот эти вот проемы автоматически. То есть, оно может это сделать. «Cut Opening» простой, он делает только, так скажем, под элементы воздуховода и водопровода, какие-то кабель-каналы, отверстия. А «Cut Opening Pro» может сделать еще отверстия под окна, двери и проемы в стенах. То есть, вам придется вот так соединить. И третья функция, или функционал, это возможность отключать автоматическое соединение стен и задавать зазоры. Давайте выйдем в конфигурацию «Конфигуратор зазоров». Здесь мы увидим все стены проекта. Зелено подсвечены те, которые, типы стен, которые размещены. Вот здесь у меня оставшиеся. И для, например, вот этих, это вот маленькие, по-моему, вот этих мы зададим, то есть, вот для этой части зададим свои зазоры. Ну, здесь у меня 20 и 10, давайте, например, 25 и 15. Окей. Все, мы задали значение зазоров. Теперь, как нам разместить эти зазоры? Например, я хочу запретить соединение вот этих двух стен. Я выбираю элемент, и у меня появляется зазор. Я смотрю его значение, проверяю, действительно, 25 мм. Еще раз выбираю эту функцию. Вот здесь у меня зазор появился 15 мм. И, соответственно, это то же самое, если бы мы стали вручную, с другой стороны, аналогично, если бы мы стали вручную говорить «отменить соединение» и что-то где-то перетаскивать. И еще одна возможность, это можно изменение зазора. Так, например, вот с этой стороны. Изменение зазора по умолчанию. Так, прошу прощения. Давайте отменим, чтобы они соединились. И следующее, это... А, не туда, обрезать конец стены. То есть я выбираю стенку, и у меня делится не начало и конец, а только одна часть. И здесь я могу переключаться, делать выбор, как создавать зазор. То есть вот таким образом. Ну, здесь, наверное, пожалуй, все. Давайте снова вернемся в нашу презентацию. И последнее приложение, которым я бы хотела вам рассказать, это «Увалью». Это приложение, которое позволяет нам рассчитывать коэффициент теплопередачи для отдельных конструкций. Стен, полов, перекрытий, крыш и фундаментных плит. Прошу обратить внимание на то, что расчет идет только для отдельных конструкций. Не для всего здания в целом, а для отдельного элемента. Для того, чтобы просчитать весь, так скажем, объект, есть другое приложение, которое называется «Building Energy». И оно как раз нацелено на общий расчет. В чем, так скажем, особенность этого приложения? Это автоматическая подгрузка материалов. 190 материалов с физическими заданными параметрами автоматически подгружаются в проект. Материалы уже наши. То есть там все по-русски прописано. Второе – это, конечно, расчет коэффициента теплопередачи и возможность экспортировать данные значения. Перейдем в проект. Ну, здесь давайте создадим новый. Здесь ничего не нужно, никаких шаблонов. Проект. И на примере стены, например, я покажу вам вариант расчета. Так, прежде всего мы должны загрузить с вами материалы и параметры создать общие. Можно это сделать по отдельности, можно это сделать сразу нажатием. Вот, нам программа говорит о том, что созданы параметры дополнительные. И дальше у нас идет подгрузка материалов. 196 штук. Давайте я вам... Следующий слайд у меня как раз говорит о том, что это за параметры добавились. Эту информацию можно найти, скачав руководство по использованию приложением. То есть там прописано, за что каждый параметр отвечает. Я вам позднее покажу, где это скачать. Все, я подгрузила материалы. Теперь я должна в данном элементе задать нужный мне материал. Также точно, если у вас есть своя библиотека у материала, вы можете просто-напросто дополнить. Вот, например, кирпичная кладка, подгруженный материал, вот этот, он имеет пользовательские параметры. Вот они здесь прописаны. Если вы хотите использовать, так скажем, свой материал, давайте вставим еще один слой. Вы выбираете просто-напросто материал и в пользовательских параметрах забиваете нужное вам значение. И сохраняете этот материал в библиотеке. Давайте выберем из существующих. Бетон, бетон, ну какой-нибудь там вот железобетон просто. Пусть будет кирпич или железобетон. Окей. Так, толщину слоя. Здесь будет 200, здесь 120. Окей. Все. И теперь мы с вами переходим в расчет коэффициента теплопередачи. Выбираем категорию «Стены». И здесь у нас подсвечиваются все стены проекта. Их точно так же можно отфильтровать, уже знакомое нам окно. Зеленым цветом подсвечена наша стена в проекте. И для того, чтобы рассчитать коэффициент теплопередачи, выбираете параметр из списка и просто правой кнопкой мыши щелкаете и говорите «Расчет коэффициента теплопередачи». Можно рассчитывать, так скажем, с профилем, возможность есть, добавлять какой-то профиль, глубину профиля и считать по конфигурации. Все. Произведен расчет. Эти данные можно в таблицу отправить, либо экспортировать в Excel. То же самое вы можете сделать с перекрытиями, крышами и другими элементами. Ну, здесь, пожалуй, все. Программа достаточно такая небольшая. Давайте вернемся к презентации. Еще пару слов скажу. То есть, если у вас возникли какие-то вопросы по поводу вебинара, вы можете мне их задавать, писать в чат. Я постараюсь на все ответить. Если у вас есть вопросы по поводу приобретения приложений, либо приобретения любых программных продуктов компании Autodesk, вы можете звонить к нам в компанию PSS, либо написать письмо. Если вас интересуют какие-то учебные курсы по любым, будь то Автокад, Revit, Revit Structure, Revit Architecture, углубленный курс Revit у нас есть, вы можете написать по данному имейлу. Обо всех мероприятиях вы можете узнать по этому адресу. И если вас интересуют какие-либо вебинары, которые у нас ранее проводились, вы можете всегда их найти на YouTube в Петрострой Система. Там есть вебинары и по RAS Manager и по Insert Elements более подробный. Также вас приглашаю на все вебинары, которые у нас будут в дальнейшем. 25 числа вебинар будет по деревянным конструкциям. Там будет Rafter, Truss и Wall Plus. И также хотелось бы вам сказать, где можно найти дополнительную информацию по продуктам. Это вы можете зайти на сайт компании PSS. Здесь есть продукты, вкладочка. И вот здесь есть разработка PSS, либо AgCAD приложение. И здесь можно найти PSS Beam Tools модуль, о котором я сегодня рассказывала. Подробно прочитать про каждое приложение в состав этого модуля входящего. Посмотреть вебинары, либо можно на YouTube зайти. Также точно ко всем приложениям есть инструкция. Вы можете зайти сюда. И вот здесь есть руководство пользователя. Открыть руководство. И здесь подробно расписано, как пользоваться тем или иным приложением. Здесь расписан еще англоязычный интерфейс. Сейчас уже вышел, так скажем, русский вариант приложений. Поэтому вам будет еще проще разобраться. Всем спасибо за внимание. На этом, я думаю, все. Если у вас какие-то возникли вопросы, то задавайте. Я буду ждать, ну, наверное, в течение буквально еще 5-7 минут я буду с вами на связи. Также вот еще тут визитная карточка моя. Если у вас есть какие-то вопросы непосредственно ко мне, может быть, какие-то технические вопросы по приложениям, либо какая-то консультация нужна, можете либо написать мне на почту. То есть, ну, да, в данном случае оптимальный вариант – это вот мне на почту. Либо связаться через офис со мной.